Поздравляю вас с прошедшими праздниками надеюсь все хорошо отдохнули мы с вами начинаем очередной нелегкий нелегкий для нас год никакой год нельзя назвать легким для тех кто работает на фондовом рынке ну а начало этого у нас так сказать и совсем и совсем даже не то что не впечатляет но с одной стороны доллар вырос с другой стороны индекс мвб вырос поэтому тут как посмотреть ладно давайте перейдем уже к конкретике и собственно обсудим основные животрепещущие моменты вопрос как обычно пишите в чат запись смотрите нашем канале на youtube youtube.com.ru итак что у нас интересненького нефть продолжает свое падение нефть продолжает свое падение на ожидании роста запасов в сша бренд как видите уже 46 10 минус минус процент сегодня минус 8 процентов аж на за вот эти полтора дня до с 50 до 46 мы с вами грохнулись но заметно конечно заметное движение на отражается все это в рубле и пока дна на не видно вот поэтому для российского рынка конечно такой 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 негатив с утра это ничего хорошего не несет вот это пожалуй сейчас основной фактор для снижения котировок на российском рынке и удешевление и предложение удешевления российского рубля до с до сегодня у нас прям с утра минус 2 и 3 и 2 и 7 процента не снижается поэтому рынок скорее всего у нас будет открываться в отрицательной территории ну в целом глобальные рынки которую отличат нашего рынка но не все так жестко подвержены влиянию цена цен на нефть вместе с дефицитом долларов в целом свободно плавающим курсом всеми остальными радостями которые мы получили в прошлом году ну как видели да по итогам вчерашнего дня индекс ртс в европе был красный среди всех остальных зеленых а а здесь сейчас торгуется не шатка не валко с плюсами минус на перекатывается японии в небольшом минусе видите минус пол процента китай плюс минус сегодня выходили данные по торговому балансу по торговому балансу китая давайте да соответственно на положительные сальдо торгового баланса у нас сохраняется но собственно и как видите сейчас вышло за по абсолютным значением за на максимумы за всю периоду весь период ведения статистики в блинбурге то есть за последние десять лет ну собственно конечно для кита это хорошо но тут уже скорее новости более ожидаемый и факт ну например тот же факт у нас сейчас превосходят в этом плане прогнозы поэтому китай большей степени у нас положительный что касается россии до вчера у нас публикулись публиковались данные по индексу потребительских цен на финальные данные за декабрь 11 с половиной процентов составил у нас инфляция в 2014 году соответственно максимальные значения аж на с 2009 года то есть рост потребительских цен год года у нас до максимальный с 2009 года в принципе вполне предсказуемо но в начале начале этого года в первом квартале вполне возможно у нас ну в годовом выражении будут еще и большие темпы роста инфляция усилится опять же влияние роста курса доллара тут будет ощутимо но связи с ростом курс ростом курса доллара кстати давайте сейчас мы сейчас мы не посмотрим есть и положительные моменты какие конечно мы с вами сейчас так 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 сейчас мы с вами как раз и обсудим так это кто у нас тут больше всех сначала года по господи доллару да ну вот российский рубль опять в уцайдерах с начала с начала 2015 года среди валюты маржин маркет с минусом на почти десять процентов за вчерашний же день ну точнее со вчерашнего дня на сегодняшний так до снижение минус процент опять же да опять же рубль у нас снизился на процент значит ну общую динамику я думаю видели прогнозы уже естественно пересматривается срочном порядке ожидаемое значение на в этом году у нас где-то уже в районе 70-80 рублей за 1 доллар и в общем-то это закономерно на такой падающей падающей нефти то есть нефть где-то к 40 рубль и уже куда-то в районе 70 ну как видите на индикативной сессии доллар подрастает и соответственно откроемся где-то в районе 64 но сами понимаете с ликвидностью у нас на утро не всегда все хорошо на общей динамикой думаю видно да плюс плюс рубль с с открытия что вполне общем то естественно значит из положительных моментов что у нас есть мы стали более конкуренции способность в точнее среди других компаний на развивающейся экономик с которыми мы могли конкурировать в частности это конкуренция российских стали стали сталеваров с индийскими и на вашем графике отображен отображена стоимость индийской индийской рупии выражены в российских рублях 101 российский рубль за дают за одну индийскую рублю носу даже не в этом сколько там в рублях дают за сколько рублей дают за одну и ту же валюта а важна динамика которую мы с вами наблюдаем с аж на сентября до сентября этого года когда соответственно руб я пробила вот трехмесячный максимум и ушла ну тут я не знаю на вообще многолетние до стоимость рупы у нас находится на многолетних максимум выше чем даже в 2008 году ну давайте посмотрим по максимуму да в общем то на исторический максимум исходя из того что нам выдает блумберг соответственно что касается до сталеваров внутренние потребители индийские опять же смотрят уже в сторону того чтобы покупать сталь у российских компаний поэтому северсталь у нас как первый как-то рецепиент бенефициарий первый бенефициар такой ситуации ближайшее время я думаю сохранить свои сильные позиции в рублях и в том числе и в долларах вот кстати посмотрим на северсталь да за год она хорошо подросла year to date но не year to date а за последний год на прирост стоимости у нас ну да практически впереди планеты сей плюс почти 80 процентов за год это в рублях а в долларах ну в долларах в принципе ну в долларах конечно ситуация не настолько хороша в том числе конечно сказывается и как видите вот то снижение в ноябре те вычеты дивидендов которые мы с вами видели после вырастали да это уже в долларах минус пять процентов но тем не менее если ситуация с рупий вообще дешевые рубли нас останется на тех же уровнях то сталевары и как я уже сказал первую очередь северсталь покажут положительную динамику вот и эта тема конечно уже на следующий год она одним днем не отыгрывается но как один из вариантов на развитие событий на покупку северстали и соответственно если кто-то хочет купить именно северстали в долларах это покупка на такой же объем фьючерсов на доллар на мой взгляд перспективные идеи но опять же долгосрок средний срок а что касается других инструментов нашего рынка фьючерс на индекс ртс ну да около 70 на 5000 пунктов торгуется в принципе явно динамики у нас ярко выраженный динамик у нас тут нигде нет а вот до 75 70-80 это тот коридор в котором у остается индекс ртс в принципе я думаю какое-то время на щадить продержится объемы торгов вчера были на очень низком уровне где-то 22 миллиарда мы на торговали по бумагам входящих в индекс мвб это в разы меньше того что у нас было в хорошие дни до нового года но опять же хорошие дни это можно убрать скажем так вторую половину вторую половину декабря понятное дело что последние там пару дней я не беру и соответственно выходные тоже но вот те распродажи и откупы которым у нас которым на торговался рынок есть конечно объемы не дотягивают поэтому те движения которые мы сейчас наблюдаем на рынке можно давать в большей степени как спекулятивные и неподдержанные объемами в принципе крупные инвесторы на рынок еще не вышли и их незаметно поэтому поэтому динамика у нас собственно никакая и все внимание приковано к доллару вот и так и так подводи небольшой итог до основной негатив у нас сейчас идет со стороны мягки перед открытием торгов рубль как видите на негативной сессии торгуется с понижением доллар собирается открыться где-то в районе где-то в районе уже потерял весь рассуждений давайте давайте посмотрим свежим память да где-то в районе 64 опять рубль у нас собирается открыться нефтяные бумаги понятное дело у нас не то что не фавори но в долларах они пока совсем у нас не тянут хотя как видите лукойл сменюв там с минус 20 процентов от текущих уровней очень активно откупался поэтому 40 рублей за акцию конечно это минус 30 процентов от того что он был год назад но в принципе соответствует нашим текущим реалиям и как обычно прививки сургут нефтегаза конечно могут быть у нас главными бенефициарами дорогого доллара пока это естественно у нас незаметно но в рублях собственно с начала года показывать неплохую динамику то есть в том числе за счет него индекс мвб подрос принципе на низкой ликвидности которую мы с вами наблюдали первые несколько дней торгов индекс мвб задернули наверх на в том числе за счет того же сбербанка кто собственно входил сбербанк или их хочет войти на текущих уровне но я бы честно говоря не рекомендовал сейчас так бумагу покупку покупки а как им дала подождать хотя бы роста еще процентов на 5 чтобы хотя бы закрепились выше максимов нули ушли и вижу вот это выше технического сопротивления на 60 66 68 я думаю тут очень хорошо проследовать прослеживается бывший уровень поддержки теперь это уровень сопротивления поэтому для так сказать ну если не больше уверенности то хотя бы четкого технического сигнала ждать прибития на 60 диапазона 67 68 рублей за одну акцию а вот ну в принципе пока у меня едины сегодня нет с берцами понимаете я люблю а северсталь это так сказать просто идея идея дня навеянная статьями блумберги и подтвержденные графиками которые мы с вами посмотрели соотношением рубля рубля напомню что сегодня у нас ой прошу прощения сегодня на этой неделе 15 14 15 проходит экспирация по январским месячным опционам ничего интересного на пока нам это не предвещает но конкретно про ситуацию про изменение объема от этой позиции мы с вами посмотрим непосредственно не экспирации посмотрим что у нас на конец этого пронежуточного месяца практически никакого и что у нас накапливается уже ближе к марту вот да но как я сказал это об этом мы с вами поговорим в четверг сейчас я совсем попрощаюсь пожелаю всем удачного торгового дня и встретимся с вами послезавтра в это же время 9 40 завтра мой коллега дмитрий шагарин подходит эстафету всем все хорошего с наступающим старым новым годом до свидания